Александр, а вот в чём отличие клинического подхода к семейной терапии, о которой говорят Алина и Равин Краисович, от традиционного? Мне кажется, это очень просто ответить. Если взять традиционный подход к семье, то там неявным образом есть идея, что семейная дискуссия уславливает все типы нарушений. Берём семью, в ней героиновый наркоман. И в традиционном подходе там всё очень просто. Где нам искать ответ на вопрос, почему он употребляет героин? Это в семье. Что-то там происходит не так, надо производить какие-то манипуляции, чтобы делать с семьёй, чтобы он перестал так делать. Клинический подход всё-таки говорит, что, извините, он живёт в семье, но он является зависимым человеком, давайте мы посмотрим, нет ли там индивидуальных или каких-то ещё клинических, биологических, масса других факторов его употребления. И программа помощи, она включала бы семьи, тоже это несомненно важно, но и включала бы мероприятия, которые могли бы повлиять на эти индивидуальные факторы. Всё вместе это и будет программа психотерапии. Получается, что клиника ничего не отвергает в данном случае, она всё пытается интегрировать под задачи лечения. Какие-то частные и отдельные концепты, на мой взгляд, опасны тем, что там есть долгие попытки, например, только семейной системной психотерапии человека с зависимостью без учёт каких-то других важных составляющих. Я бы так сказал. Ну, или обратный момент, когда с человеком зависимости работает индивидуально без учёта его сложной семейной системы с элементами созависимости и так далее? Ну, то есть такие крайности. То есть получается, что всё-таки клиническая психотерапия, она как бы находит такие, знаешь, минимальные, достаточные, такие необходимые интервенции, которые она наманкирует и всё-таки продолжает их программу. Ну, то есть, например, если говорить про того же самого человека с зависимостью, то, конечно, там должна быть работа индивидуальная, то это должна быть какая-то программа, то есть психотерапевтическая, причём выбранным методом специально ещё надо подумать. Вот я считаю, что личностно-ориентивная или конструктивная психотерапия часто является хорошим вариантом выбора, но она должна дополняться семейной психотерапии и будет несколько типов групп, если особенно мы говорим о такой долгой, тяжёлой зависимости. То есть, а по-другому невозможно, то есть невозможно отказаться от индивидуальной терапии только заниматься семейной, тоже не будет эффекта, и невозможно просто, чтобы человек прошёл какие-то количество групп и тоже там стал здоровым человеком. Всё-таки индивидуальная программа, клиническая психотерапия определяет показания к различным инструментам психотерапии, а это метод, форма и условия оказания помощи психотерапевтической. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА